Наш эфир продолжает очередная встреча с Иваном Денисовым. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Прежде чем мы начнем говорить на какие-то темы, я бы хотел поздравить вас с днем рождения. Думаю, что к моим поздравлениям присоединятся тысячи и тысячи ваших поклонников, наших радиослушателей. Пожелать вам всяческих успехов и в профессиональной деятельности, и в общественной, и в личной жизни. В общем, и чтоб вы были нам здоровы, как у нас говорят, до 120. Спасибо вам большое. Мне, правда, очень приятно это слышать. И хотя я понимаю, что это звучит так стандартно, приятно слышать, но для меня, правда, это очень большая радость, большая честь, что жители в замечательной стране, представляющей прекрасный город Чикаго, поздравляют меня, слушают меня, и хотя и говорят, что следующий день после дня рождения, он всегда грустный, но это неправда, потому что в моем случае следующий день это как раз встреча с вами, а приятнее встреча с любимыми слушателями ничего быть не может. Ну, хорошо. Давайте мы в прошлый раз не успели поговорить о Тарантино, у нас не хватило времени, давайте мы, может быть, с этого начнем. Да, совершенно верно. Не знаю, было ли у вас время посмотреть этот фильм, потому что он длинный, но я надеюсь, что те, кто его не посмотрел, все-таки посмотрят. Я не так часто вам что-то советую смотреть, но вот это тот случай, когда я такой совет рискну вам предложить. С этим фильмом получилась очень странная ситуация, потому что мы все не раз признавали, и лично я со своим прошлым в кинокритике, что современная культура, массовый кинематограф, в частности, и американский кинематограф, они очень сильно левые и представляют интересы не столько зрителей простых, к которым все-таки мы с вами все относимся, сколько каких-то непонятных, опять же, нам элит с их зацикленностью на проблемах угнетенных якобы меньшинств, плохих, белых и так далее и тому подобное. И, в принципе, это было и раньше, предпринимались попытки, о чем мы говорили еще в 40-е, это становить, но без большого успеха. И, в общем-то, если смотреть на голливудскую тусовку, то человек, о котором идет речь, а именно Квентин Тарантино, он вроде бы из нее ничем не выделялся, в хорошем смысле. То есть, если мы с вами разделяем талант и общественную деятельность, то, в принципе, Старантино это как раз пример, когда они действительно движутся в разные стороны. О фильмах его можно говорить разное, можно их любить, можно не любить. Я лично их люблю, они весьма оригинально исполнены, в них всегда интересные актеры, диалоги, и людям, которые любят, прежде всего, фильмы старые. Ну, опять очень интересно находить какие-то цитаты, еще что-то. При этом для Тарантино всегда форма была все-таки важнее, потому что он старался брать свои любимые фильмы прошлого и как-то их переделывать на свой лад, стараться, чтобы они стали еще лучше. Тем не менее, в какой-то момент Тарантино стал нечто подобное делать и с историей мировой, то есть, подавать ее не так, как она была, а более справедливой, что ли, чтобы так, как нам, в общем-то, хотелось бы. И он не выдавал это, естественно, за какие-то новые достижения, он признавал, что это все несерьезно, это его версия истории, но, право же, всем нам было бы приятно, чтобы Гитлера убили еврейские мстители. Правильно? Я, например, считаю, было бы хорошо. Тарантино нам такую возможность дал увидеть на экране, за это ему спасибо. С Джанго, его вестерном, знаю, многие видят его как раз слишком левым, но, в принципе, не думаю, в конце концов, демократы южные – это не подарок, и ситуация, когда чернокожий расправляется с белыми демократами, а, собственно, фильм про это, ну, в этом тоже вполне можно было видеть какую-то параллель с современными, например, черными консерваторами. Даже если Тарантино этого не хотел, я уверен, он этого не хотел. Но вот штука в том, с талантливыми людьми это очень часто происходит, на самом деле, что их таланты, их политические взгляды, они иногда вступают в какой-то такой конфликт, потому что жизнь и факты, они консервативны, как говорили и Тэтчер, и Шелл Бестилкси, чернокожий, кстати, консерватор. И вот, когда талантливый человек пытается какие-то идеи, а не просто эффектный монтаж, диалоги в свои фильмы задействовать, то так или иначе консерватизм-то он пробивается. И даже в фильмах Тарантино, которые он, ну, точно бы, я уверен, не позиционировал бы как консервативный, там есть мотивы ответственности за свои действия, есть то, о чем я говорил, противостояние черных одиночек с неким белым истеблишментом. Даже в «Мерзительной восьмерке», хотя она совпала с самым безрадостным моментом, а именно, я имею в виду, в общественной жизни режиссера, когда он себя подавал чуть ли не как лицо Black Lives Matter, что было отвратительно, не спорю. Но сам фильм, если вы его смотрели, в общем-то, сводится к тому, что белый и черный объединяются для борьбы с бандитами. И при этом белый южанин, черный северянин. Действие происходит, но это вестерн 19 век. И, в общем-то, посыл-то был тоже весьма и весьма консервативный, потому что единство страны против бандитов, да еще объединяет их письмо Линкольна, президента, напоминаю, республиканского. Но и даже при всем при этом, что мотивы были, многих и меня на самом деле удивило то, что Тарантино сделал в своем последнем фильме. Потому что я уже немного упоминал его общественную позицию. И здесь, ну, скулы, конечно, сводят, это когда начинаешь читать интервью, где режиссер начинает рассказывать о своих взглядах политических, ну, это ощущение, что лучше бы я этого не читал. Потому что, естественно, он за Обаму, естественно, он за, как я уже сказал, Black Lives Matter и так далее и тому подобное. И даже то, что в его фильмах очень часто возникают противоречия, скажем, тот же Джанго, на самом деле выходивший как раз, многие в нем видели едва ли не агитку Обама, но при этом фильм, опять же, многие воспринимали, и я, кстати, как прославление второй поправки. Потому что только когда у человека есть оружие, он может претендовать на свободу. Что, мягко говоря, не соответствовало действиям предыдущего президента. Ну вот, и так, Тарантино, может быть, не сознательный левый, а просто человек, не разбирающийся в политике, исследующий моде. Но вот в кино получилось, что получилось. Потому что здесь, я имею в виду его новый фильм «Однажды в Голливуде», если вы пробежитесь по заголовкам консервативных сайтов и левых, то у вас создастся впечатление, что этот фильм снял не человек, фанат Обамы, а, я не знаю, Клинт Иствуд или кто-то там восставший из мертвых, Роберт Монтгомер, или кто-то из старых консерваторов Голливуда. Потому что почти все рецензии на консервативных сайтах были положительные и высоко оценивали режиссера. А вот сайты левые, ну, может, не все, но большинство было резко негативное, потому что Тарантино оклеветал 60-е, Тарантино неправильно показал Чарльза Мэнсона, сейчас к этому тоже вернемся, у Тарантино нет черных в фильме, герои представляют токсичную маскулинность, а Тарантино, это мне больше всего понравилось, учитывая, что я сказал Тарантино, фанат Обама, Тарантино снял трамповский фильм. То есть, да, была рецензия, где просто идет рассказ три четверти о фильме, а потом вдруг идут цитаты из Трампа и из влияния рецензента, какой там плохой, что вот Тарантино сделал фильм будто бы для Трампа. И мой любимый заголовок это то, что фильм Тарантино непристойно регрессивное представление 60-х. Что же, собственно говоря, Тарантино сделал? Ну, если отвлечься от формы, а она здесь, по моему мнению, опять безукоризненна, хотя фильм, я сказал, длинный, но все то, что лично я люблю, диалоги, оригинальные какие-то монтажные стыки, отсылки, классики, при этом преимущественно американской, это все есть. Но Тарантино здесь опять предпринял попытку исправить историю и историю Голливуда, потому что многие из вас наверняка слышали ту знаменитую и прискорбную историю, когда представители банды Мэнсона, хиппи, они ворвались на виллу, где была жена Романа Поланского актрисы Шерон Тейт, со своими друзьями, была беременная к тому же, всех убили, в живот беременной актрисы воткнули вилку, еще написали на стенах крови их разные проклятия в адрес истеблишмента якобы. Кстати, тогда изначально левые это героизировали, сейчас они от этого отказываются, но друзья того же Обама, Уильям Майерс и Бернардин Дорн, активисты левого движения, они восхищались этим преступлением, и даже у них было приветствие, когда пальцы показываются, не знак свободы, это была вилка, та самая вилка, которую воткнули в убитую Тейт, и Дорн открыто восхищалась случившимся. И более того, были даже фильмы, которые прославляли Мэнсона, я не выдумывая, поверьте мне, они правда были, как вот такого героя, который себя противопоставляет унылой консервативной Америки. Тем не менее, со временем, когда Мэнсона посадили и некоторых бандитов из его компании тоже, так от них постепенно левые стали дистанцироваться, мол, нет, это все не то, и не так, и так далее, и тому подобное. И сейчас, представьте себе, Мэнсона вообще-то позиционируют не героем, хиппи, не героем левых конца 60-х, каким он и был, а белым, естественно, супремасистом, потому что в его банде, ну, черных действительно не было. Так вот, Тарантино же предлагает нам другую историю, а вот что бы было, если бы бандиты Мэнсона зашли не на виллу к Шерон Тейт, а, предположим, к ее соседу. А вот оказывается, что по версии Тарантино, сейчас будут спойлеры, но уж не обессудьте, я надеюсь, большинство из вас смотрели фильм, ну, не смотрели, повторяю, не обессудьте, но мне придется вам рассказать. Так вот, «Соседи» — это как раз по Тарантино два абсолютно американских актера, то есть один — это звезда телевидения, может, не идеальный, но, там, любитель выпить и склонный к эгоизму, но сам по себе человек неплохой. И его играет Ди Каприо, кстати, лучшая роль, я не поклонник Ди Каприо, но здесь он очень хорош, и, соответственно, его каскадер, которого играет Брэд Питт, это вообще кошмар современного Голливуда, можно сказать, воплощение токсичной маскулинности. Пресловутый человек, как упоминается, герой войны, и, кстати, судя по возрасту, 69-й год в фильме, персонажи, он, судя по-другому, и там не упоминается, какой войны, но, видимо, это война корейская, с коммунистами, не забывайте. Более того, он каскадер, он ненавидит хиппи и готов подраться с иностранцами, пусть даже и с коллегой по актерскому цеху. То есть, в общем, жуткое сочетание для левой прессы. И вот эта пара белых мужчин, которые, к тому же, представляют старый Голливуд, они в фильме Тарантино и побеждают хиппи. А хиппи, кстати, были преимущественно женщины в коммуне Менсона. Они преимущественно, вот эту самую преимущественно женскую банду и одолевают. При этом еще это все сделано так. Знаете, в фильмах, где герои побеждают злодеев, можно подать финальную схватку просто зрелищной. Можно подать ее как борьбу, скажем, с достойным противником. Или с противником, который, может быть, очень плохой, но обладает почти демоническими чертами, поэтому вызывает у зрителя хоть какую-то симпатию или уважение. Так вот, хиппи у Тарантино это просто мразь откровенная. Пусть это женщины, пусть это мужчины немногочисленные, но они в Банде Менсона тоже были. И поэтому расправа над ними подается именно в такой черно-юмористической манере. То есть никакого сочувствия к ним, никакой героизации даже близко режиссер не сообщает. Он, как я уже сказал, сталкивает Америку, увы, уходящую, вытесняемую из Голливуда 60-х. И вот, даже не назову это Америкой, а всю эту левую заразу, которая в 60-е годы поднялась наверх. И в фильме Тарантино старый Голливуд, старые американские ценности, они побеждают. За что режиссеру огромное спасибо, конечно же. Но, разумеется, левая пресса его за это простить не может. И то, что якобы Тарантино приравнивает белого супремасиста, в кавычках, Чарльза Мэнсона к прекраснодушным хиппи и так далее, и тому подобное, это он совершает преступление. И, как написал тот же самый рецензент, чьи имя я специально не стал даже запоминать, раз Трамп сказал, что радикальные левые это плохие, вот Тарантино нам просто-напросто экранизирует реплику Трампа. Вот такая вот ситуация. Я, честно говоря, не знаю, как поведет себя в такой ситуации Тарантино. Пока он огрызается и, к счастью, не оправдывается. Ну, по крайней мере, мне такого не попадалось. Тем не менее, я все-таки боюсь, что атака на него ведется. Будет, и он попытается как-то себя реабилитировать. Это меня настораживает, но, может быть, и обойдет. По словам самого Тарантино, он собирается снять 10 полнометражных фильмов. И хотя он там жульничает, какие-то фильмы делит на два, еще что-то, но якобы его следующий фильм, он будет последним. Вот мы посмотрим, правда это или нет, и что, собственно говоря, Тарантино будет снимать. И победил он ту самую тусовку, частью которой является или нет. Что касается «Однажды в Голливуде», то, знаете, есть такое предпонятие, как культовый фильм. Это когда фильм цитируется часто, какие действия, и там много есть определений, что такое культовое. Ну, я самое обобщенное вам даю. Действия какие-то, и поступки, и даже жесты персонажей, они входят, постоянно используются. Порой неосознанно людьми. Вот у Тарантино таких фильмов было, ну, для фанатов все у него фильмы, можно сказать, культовые. Но культовые в широком смысле, это, наверное, три или четыре. «Бешеные псы», да и то, наверное, в меньшей степени, естественно, «Палпфикшн» или «Криминальное чтиво», и «Убить Билла», скорее всего, первая часть. Вот, по моему мнению, «Однажды в Голливуде» точно культовым фильмом станет. И если в обиход войдут реплики, словечки и действия старых, по фильму повторяю, голливудских звезд, которые побеждают левотню, это неожиданно для нынешнего Голливуда, но очень приятная победа консерватизма там, где, казалось бы, уже все проиграно. Это, я считаю, хорошо. Ну, а пока тема кино, я еще на два фильма новых ваше внимание обращу, хотя не то, чтобы я их как раз рекомендовал, а наоборот, чтобы показать напряженную ситуацию с кинематографом. Как я уже сказал, Тарантино может в какой-то степени за свой нынешний шедевр, я вообще вот таким считаю, извиниться. А что такое извинения? Вот здесь я в несколько проигрышной ситуации, потому что я фильм не видел и могу ошибаться, но я опираюсь на первые отзывы с сайтов консервативных. Поэтому я не говорю, что этот фильм плохой, но вы сейчас поймете, к чему я веду. Так вот, была такая идеология, ныне уже трилогия, про агента секретной службы, охраняющего президента. Первый фильм назывался «Падение Олимпа», второй «Падение Лондона», и вот сейчас выходит третий, и на этой неделе, кстати, «Падение Ангела». Что интересно, первый фильм снимал чернокожий режиссер, и там злодеями были северкорейцы. Второй фильм, он пользовался успехом, ничего особенного, но добротный такой боевик. Второй фильм лично мне очень понравился, даже больше, чем первый. Там в «Падении Лондона» злодеями были арабские террористы, что большая редкость. А фильм снял шведский режиссер, но иранского происхождения, которого родители вовремя из Ирана вывезли. Поэтому он всю свою явную ненависть к исламистам в фильмы вложил, и уважение к Америке. Но вот фильм «Падение Лондона» подвергся такой критике, просто однозначной со стороны левой прессы, что продюсеры вот сейчас спешно исправляются. И, может, я ошибаюсь, может, эта рецензия, повторяю, врет, но я ссылаюсь на рецензию вроде бы адекватных людей с консервативного сайта. Что новый фильм снял белый американец «Падение ангела», и там герою противостоят уже свои же, то есть тоже белые американцы, которые к тому же обмениваются репликами, вроде, вы уже, я думаю, догадались, мы сделаем Америку снова сильной. Ну, видите, здесь авторы испугались и решают вот таким образом извиниться и спешно заменить неудобных злодеев на удобных белых, да еще и с такой вот манерой изъясняться. И последнее о кино на сегодня, фильм под названием «Охота», который сейчас с проката вообще снят, и на который, может, никто бы и внимания не брать, если бы президент его не раскритиковал, а также некоторые консервативные обозреватели, которые его тоже не видели, его никто не видел. А там, судя по сюжету, это экранизация очередная, может, не прямая, старого рассказа, по-моему, в оригинале называется «Самая опасная игра» про охоту на людей. Несколько фильмов было, «Трудная мишень» с Ван Дамом, самый известный. Смысл, как я уже сказал, где богатые люди охотятся на обычных людей. Но, судя по отзывам и утекшим фрагментам сценария, охотники, то есть белые, естественно, но это элитные граждане, они либералы, а их жертвы – это жители как раз красных штатов, те, кто голосует за республиканцев. И хотя и Трамп, и многие консерваторы этот фильм сразу же стали ругать, потому что, ну, естественно, показывать, как либералы охотятся на консерваторов, это не очень хорошо. Но, судя по трейлеру и по общему настрою, и здесь я согласен, например, с Гаем Бенсоном, обозревателем Таунхолл, фильм-то как раз рассказывает о том, как консерваторы из жертв превращаются в мстителей. И либеральных этих самых охотников убивают. Поэтому здесь, я думаю, чувство шоу-бизнеса президенту как раз отказывает. И такой фильм надо поддержать, потому что любой фильм, где консерваторы, жители Красных Штатов побеждают либералов, как нам показал Тарантино, кстати говоря, это по нынешним меркам большая редкость, и надо с этим что-то делать. Такие фильмы надо, наоборот, развивать, поощрять и так далее. Ну, посмотрим, что будет с этой самой охотой. Сейчас после трагедии с расстрелами массовыми фильм вообще с проката снят. Но поглядим. Я же завершу этот сегмент. Еще раз рекомендую вам посмотреть «Однажды в Голливуде». И повторяю, что это действительно странно, но самый консервативный фильм сего года на данный момент вот снял такой неконсервативный человек, как Винсен Тарантино. Но любовь к всему старому, как видите, особенно к кино, она творит чудеса даже с неконсервативными режиссерами. Здесь я умолкну, если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам ему слово. Добавить мне нечего, посему мы прервемся и после этих сообщений вернемся и продолжим. Возвращаемся в программу «Час Ивана Денисова». Телефон в студии 847-400-5200. Если будут вопросы, звоните. И, кстати, уже есть звонки. Давайте, наверное, ответим на вопросы. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Ну, во-первых, мои поздравления вам, Иван. С днем рождения. И я, да, действительно, ваша поклонница в связи с тем, что у вас, ну, я бы сказала, самая профессиональная передача и очень глубокий всегда анализ. Поэтому спасибо вам огромное. И прибавляя к тому, что добавляя, вернее, к тому, что вам пожелал Сергей, я могу добавить, как религиозный человек, что пускай Бог вас благословит и защитит вас от всяких напастей. Теперь, значит, вопросы. В связи с тем, что в последнее время опять началась кампания в интернете с вопросами, будете ли вы голосовать за Обаму, если он выставит свою кандидатуру как президент. Несмотря на то, что в Конституции есть поправка, не позволяющая это, они эту кампань проводили в 2017-2018 году и одно время они как бы замолчали, потому что был вот этот калужин с Россией, а теперь опять начали. Так вот, я бы хотела, чтобы вы проанализировали, вернее, чтобы вы прокомментировали то, что вот я помню, что сделала Обама хорошего, так сказать. Потому что не все как бы адекватно, на мой взгляд, оценивают это. Например, нелегальная иммиграция. В свое время он выслал большое количество на самом деле нелегалов. Но в то же время это увеличилось количество нелегалов, которые возвращались назад. Больше того, в 2014-2015 году его администрация провела пропагандистскую кампанию в Южной Америке под лозунг «Приезжайте, мы вам все дадим». И результат мы видим сейчас. Это очередной кризис, который создал ситуацию вот нашу сегодняшнюю на границе в связи с торжением захватчиков нелегалов. Теперь Иран. Миллиарды, которые он вручил этим Аэталам, были использованы исламистами для поддержки террористов по всему миру. В стране у нас где-то около тысячи спящих этих маслем Бразерхуд ячеек. И они ждут только в общем-то приказа, чтобы начать активизировать свою деятельность здесь. Они побаиваются естественно Трампа и поэтому они выжидают благополучного момента. Поэтому ну и естественно то, что при Обаме практически была стагнация и если все-таки unemployment rate там уменьшался, то это не благодаря ему. А вопреки всему этому, не говоря о том, что даже у Буша было еще меньше unemployment rate ну и так далее. Короче говоря, все кризисы, которые сейчас существуют, были подготовлены этой администрацией Обамы. И если он придет или кто-то из демократов, дело будет очень плохо. Мы не знаем в кого превратиться. Может быть сразу превратимся в тоталитарное государство, а вот через так сказать и одно поколение значит Обамы и этих демократов. Спасибо большое. Да, спасибо вам большое за поздравление и за в общем то, что да, ваш комментарий. Мне мало что тут добавить даже можно. Но если совсем коротко, я думаю, что даже демократы не решатся ставить Обаму на третий срок, а вот появление Мишеля Обамы я бы не исключал. В числе кандидатов такое вполне может быть по-моему. И более того левые этого хотят. Что касается действий Обамы, ну для меня все просто. Во внешней политике это бомба Ирану, развязанные руки Путину, потерянный Ближний Восток и испорченные отношения с Израилем. В политике внутренний самый малый экономический рост со Второй мировой войны, попытки провести полную амнистию для нелегалов, хорошо, система тут против Обамы сработала и судьи, и отказ от идей американской исключительности и американского индивидуализма в пользу подчинения все интересам меньшинств, особых групп и правительству, которые эти самые меньшинства особые группы, грубо говоря, крышуют. Уж простите меня за такое словечко. Поэтому, когда один из двух самых обожаемых мной живущих американцев Томас Соуэлл, чернокожий, кстати, тут уже каких-то претензий в расизме быть не может, говорит, что Обама это худший президент в истории Америки, а у Соуэлл познания в истории, в экономике, философии такие, что ого-го, то я с ним полностью согласен. И это при всей моей любви к вашей стране, к мнению американцев, к американской демократии. Но вот, к сожалению, то, кого выбрали, это действительно было, я вам назвал что и как. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, Филипп. Добрый день. Мария должна понимать, что это теоретически даже невозможно. Потому что сделать еще раз поправку в Конституции, если только сделая эту поправку, он может выдвигаться. Так это никогда не в состоянии в течение года сделать. Да, но тем не менее, от левых любой гадости можно ожидать. Технически кидает, невозможно. Да, ну, в соответствии с Конституцией это невозможно. Кто из дубаков когда чтил Конституцию? Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте, я бы хотела добавить, дело ведь не только в Обаме. Вся демократическая партия, вот сегодняшняя, она еще хуже, чем Обама. То есть, он хоть скрытно действовал, а они теперь на виду. Вы видите, что происходит. Практически вот эта четверка, эта радикальная Сейчас мы к этому вернемся, Мария, спасибо большое. Давайте мы... Да, ну, видите, сейчас даже идет информация, что Обама оказывается в своем ближнем кругу жалуется, что демократы стали очень левыми. Обама жалуется, что демократы стали левыми. Это уже о чем-то договорит. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот эта попытка нашего президента не выдавать в течение 36 месяцев нелегалом пособия как-то остановит поток нелегальной эмиграции или же все останется в прежнем русле. Спасибо. Да, спасибо. Должна. Это очень хорошее действие и оно абсолютно законное, кстати. И чем больше будут урезаться все эти вэлферные права для нелегалов, потому что они бегут к ним как раз, так называемый магнит для нелегалов, чем этот магнит будет больше устраняться, тем лучше. Я не могу конечно гарантировать, но с точки зрения здравого смысла подобное действие должно хоть немного, но этот поток урезать, сократить и хоть какой-то интерес у нелегалов бежать в Америку, но отбить. Другое дело, что это надо конечно на одном месте не останавливаться и дальше вспоминать, что по законам президент и Конгресс должны заниматься вопросами нелегалов, что они имеют полное право решать, кто в стране находится, а кого из страны можно выкинуть, а никак не назначенные Обамой, но иногда, к сожалению, Бушем, судьи-активисты. И следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Я обращаюсь к Сергею как ведущему. Скажите, пожалуйста, это радио Народная волна или это радио Мария? Окей, понятно. Может быть, это задумано? Спасибо большое. Все понятно. Давайте не будем тратить на это время. А мы уже сегодня упоминали представителей Хамастанов в американском Конгрессе, я имею в виду Амар Итлаиб. Вот об этой ситуации, если можно. Да, ситуация совершенно трагикомическая на самом деле, но поговорить о ней, я думаю, стоит. Ну, вы все и без меня наверняка знаете, что две, так их назовем, шахидки в Конгрессе в гражданской форме, Тлаиб и Амар собрались ехать в Израиль. Но им было отказано, потом, после истерик, Израиль вроде бы разрешил Тлаиб ехать к ее какой-то там одной из многочисленных бабушек, но Тлаиб стала заявлять, что она так обижена Израилем, что теперь никуда не поедет, бабушке пускай там без нее обойдется. Это мне напоминает старое высказывание, ну, Голдемейр, насколько я помню, если я ошибусь, меня поправят, что если бы, в общем, что смысл его в том, что арабы гораздо больше ненавидят евреев, чем любят своих детей. Если я переврал, простите. То есть, мы видим, что антисемитизм и ненависть к Израилю, к евреям даже пережимает какие-то родственные отношения. все это и публики, и что гораздо прискорбно, это публика сейчас в Конгрессе американском. Если говорить о правомерности самого запрета, потому что я знаю, даже некоторые умеренные, так скажем, республиканские консерваторы там подсокали языками, что, мол, нехорошо, и так далее, и тому подобное, и некоторые израильтяне тоже. Но, во-первых, начнем с того, что Тлаип и Амар, они ехали не в Израиль. Согласно тем документам, что опубликованы, их этот самый путевой лист, так его назовем, они ехали в Палестину. А страны Палестины нет. В принципе. Ее не существует. И никогда вообще это не было. Поэтому, как израильское правительство может разрешить гражданам другой страны ехать в страну, которой нет, мне, например, непонятно. Таким образом, я не шучу, поверьте мне, я не пытаюсь тут какой-то сарказм изображать, но если они хотят ехать в Палестину, а Палестины нет, откуда им Израиль Палестину возьмет? Он ее не будет создавать специально для того, чтобы порадовать двух сумасшедших теток, которые, ну вот, к сожалению, оказались в американском конгрессе. Далее существует закон, насколько я знаю, 17-го, по-моему, года израильские, что люди, представляющие вот это самое движение по бойкоту Израиля, туда, в Израиль, я имею в виду, не допускаются. Это законно, всегда о законах можно спорить, но они, раз они не приняты, надо их исполнять, а этот закон, я считаю, совершенно разумен, потому что если люди нацелены на политику, которая должна привести к уничтожению вашего, даже не просто государства, а вашего народа, и людей, которые живут в этом государстве рядом с вами, зачем они вам нужны, зачем таких пускать, так что здесь действия Израиля мне совершенно понятны, я их полностью оправдываю. Что касается разговоров, это я сейчас даже не про умеренных республиканцев и так далее, это был Сандерс, который сразу же заявил, что вот так, такие сякие израильтяне не пускают, пусть не берут наши деньги, извините, никакой связи здесь опять же нет, отношения между странами это одно, а отношения к определенным людям, пусть даже политикам, это совсем другое, и страны, даже находящиеся в замечательных отношениях, между которыми существуют самые разнообразные связи, имеют полное право отказать во въезде тем, кто им представляет неблагонадежным, и тот, кто создаст какое-то напряжение в стране, в конце концов, не забывайте, в Америку, если мне память не изменяет, до сих пор запрещен въезд людям, которые состояли в партии очень уважаемого, кстати говоря, мной, мейера Кахана, если я правильно помню, этот запрет до сих пор не снят, или, и при этом, ну и что, Израиль должен из-за этого обидеться, что ли, на Соединенные Штаты, или если мы вспомним другую страну, которая, как я вам рассказывал, считает себя Израилю очень близкой, Северную Ирландию, ну, не страну, но будем ее считать страной, и вы помните, я вам рассказывал про партию, которая тоже себя позиционирует как самая произраильская в королевстве, демократические юнионисты, то возглавлявшему ее Эйану Пейсли, преподобному, ему запрещали въезд в Штаты даже при Рейгане, казалось бы, Рейган однозначно консервативный президент, и его советник по национальной безопасности полностью консервативный Уильям Кларк, тем не менее, своему явному союзнику было ему отказано в визе, потому что местные предстоящие связанные с ИРА у ВТК у вас тоже были и есть люди, они посылали угрозы, и Пейсли, естественно, никто бы его на деньги налогоплательщиков американских охранять бы не стал. А если бы он приехал и с ним не дай богу что-то случилось, то понятно. Ну, положим, я считаю, что это со стороны уважаемых мной Рейгана и Кларка было ошибкой, но что, Пейсли после этого и Северной Ирландии обиделись на Америку и перестали с ними иметь хоть какие-то контакты, ничего подобного, Пейсли потом, когда уже все утихло, он прибывавший, ездил в Америку, и на самом деле не один раз, и даже, я вам рассказывал, встречался с бизнесменом, который явно чему-то научил, а именно с Дональдом Трампом, ничего страшного, отказ в визе, если можно отказать даже людям себе близким, то что говорить об отказе заведомым способникам террористов, тем более, что вы знаете, когда тот же самый Солл говорил о Шарптоне, Джексоне, что меня как чернокожий очень оскорбляет, когда подобные люди называют себя лидерами черных, вот когда такие люди, как Амар или Тлаип, они себя позиционируют еще и как лидеры американских мусульман, то это тоже, в общем-то, плохо. И название этого сегмента, что Тлаип и Амар не нужны ни Израилю, о чем я вам уже рассказал, ни на самом деле не нужны Америке, если вы следили за такой твиттер-войной, которая перенеслась и средства массовой информации, то видно, что американские мусульмане, те, кто, я понимаю, что мусульмане это такая всегда очень болезненная тема, но вот те, кто действительно сбежал из стран, где их могли убить, и сбежали в Америку, не чтобы вот туда везти всю эту дрянь, а потому что знали, что их там просто не будут трогать, оставят в покое. Так вот, одна из представительниц таких мусульман, которые, к счастью, медийные персоны, ее знают, это Сара Иден, она бывшая мисс Ирак, которая сейчас перебралась в Штаты. Вот спасибо ей, что она написала, что ей просто вот оскорбительно, что такие люди, как Амар, она в основном про Амар писала, себя позиционируют, как представители вот образец мусульман американских из Ближнего Востока, потому что, по словам Сары Идена, на Ближнем Востоке таких, как Амар, на самом деле ненавидят и считают, что они представляют идеи братьев-мусульман, и что, когда такие люди, как Амар, появляются в Соединенных Штатах, то, используя американскую свободу, американскую демократию, они тащат сюда замечательное нам будет определение «Исламский социализм». Ну, так оно и есть, но, когда об этом говорит сама мусульманка, которая сбежала из Ирака, потому что ее хотели убить, и хотели убить, кстати, за то, что она сфотографировалась с МИС Израиля, вы наверняка эту историю услышали, то, понимаешь, что, ну, действительно, Амар, мы-то с вами это и так знаем, но, когда об этом говорят люди вроде бы с одной с ней верой, это становится еще более очевидно, что она при всей своей вроде бы неприкосновенности, это действительно опасная фигура, и она, и Тлаип соответственны, и хотя она что-то пыталась оправдаться, но в этой дуэли все признают, что действительно Сара Иден, она оказалась победительницей, потому что потом она же, Иден сказал, что она сбежала из Ирака именно потому, спасаясь от той самой идеологии, которую Амар тащит в Америку, и это действительно так, более того, если мы с вами посмотрим на обстановку нынешнюю на Ближнем Востоке, то, ну, конечно же, там ни с того, ни с сего все Израиль не полюбили, и от своих антисемитских заскоков не отказались, но видно, что сейчас нам идет со стороны ряда страны, даже Бахрейн, или Оман, или та же Саудовская Аравия, ну, хоть какое-то движение на сближение с Израилем, и на отказ от того экстремизма, который представляют братья-мусульмане, и их иранские друзья, и когда на Ближнем Востоке вдруг появляются вот эта самая славная парочка, то, выходя даже за рамки того, что это опасно и не нужно Израилю, в принципе, что такая публика опасна для американской политики, для американской безопасности, но это еще создаст и дестабилизацию в самом регионе, потому что представительницы братьев-мусульман, как бы они себя не называли, они представительницы именно этого крыла мусульман, если их увидят даже в Израиле граждане из Бахрея, Наомана и Саудовской Аравии, то это ведь тоже никак не способствует, не будет способствовать спокойствию в регионе, поэтому здесь, наверное, буду я немного же заканчивать, потому что все-таки хочу, чтобы Сергей тоже дополнил, наверняка есть что сказать, нельзя их туда пускать, и надо делать все, чтобы на будущий год их из Конгресса выкинуть, и здесь я умолкну, и Сергею слово передам. Добавлять я не буду, потому что мы на самом деле на эту тему говорили достаточно много, не грех еще раз послушать, спасибо большое за ваше освещение этих событий, хотелось бы, чтобы мы чуть-чуть, немного, оставшиеся там пять минут, может быть, поговорили о том, как, скажем, левачье сжигает американские флаги во время своих массовых шабашей, а вот в Гонконге люди выходят на демонстрации протеста против тирании Китая и несут американские флаги. Да, и тоже, наверное, мы тут с вами начнем сегодня, закончим тогда через неделю, но главное то, что вот Сергей уже обозначил, а именно, что в Америке левачье действительно свою страну ненавидит, и то, что сделало страну свободной, всю символику, все ценности, стремится уничтожить любой ценой. Тогда, как сейчас в Гонконге, который изо всех сил пытается под себя подмять коммунистический Китай, можно сколько угодно говорить о системе экономической Китая, но по сути он остается коммунистическим и мечтает о том, чтобы взять под контроль Гонконг и Тайвань. И сейчас мы видим, что для жителей Тайваня, которые оказались по большому счету брошены Британией, о чем в следующий раз мы немного поговорим как раз, но они сначала было очень много британских флагов на митингах, а сейчас мы видим, что повстанцы, я уже их так, наверное, буду называть, что люди, которые протестуют против посягательств Китая, против системы, которая полностью управлению городом, полностью подчинена опять же китайской компартии, несмотря на ее якобы прокламируемую независимость, что сейчас эти люди собираются под гимн Соединенных Штатов и расходятся под него же, люди собираются под американские же песни классические, и люди собираются с американскими флагами в руках, потому что люди в Гонконге и в таких странах, как Гонконг, они-то знают, что именно Америка, пусть там есть такие, как Обама, пусть там, к сожалению, Тлаиб, Амара и Ижи с ними, но что именно Америка это остается символом свободы, и что американские, американский настрой, американские ценности, они помогают в борьбе с любым тоталитаризмом, поэтому я думаю, мы все их поддержим, я имею ввиду жителей Гонконга, пожелаем им удачи в их борьбе, потому что американский флаг, он просто так не опускается, и его никаким Тлаиб китайцам и так далее не опустить, он высоко в Гонконге, он высоко у вас, я уверен, так будет и дальше, но в следующий раз подробнее. Хорошо, Иван, огромное спасибо еще раз, поздравляю вас с днем рождения, который состоялся вчера, желаю вам быть здоровым до 120, как у нас принято говорить, желаю вам успехов, и чтобы еще много-много лет общались с нашими радиослушателями, не только теми, кто живет в Чикаго непосредственно и в окрестностях, но и с теми, кто смотрит слушает нас на YouTube, а это во всем мире. Спасибо вам огромное. Я бы еще пожелал, что у меня был такой же всегда замечательный соведущий, как вы. Спасибо, Иван. Всего доброго, до следующей недели. Всего хорошего, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok